всем привет мы в алматы сегодня 24 день гонок мы финишировали сегодня 4 июля мы у ледового дворца алматы арена ну ощущение замечательный я сильно устал я просто очень сильно рад что все это закончилось но было интересно день за днем шли обыденно и вдруг неожиданно финиш это вообще здорово да наше путешествие затянулось на целых 24 дня но сказать что самые тяжелые это конечно первые первую неделю пока лили дожди пока у нас проблемы с техникой были но последние вот участки это начиная примерно сказал рды был просто замечательно проблем с температурным режимом двигателя абсолютно никаких не было тягил ее хватало довольно таки запасом он тянул мог бы тянуть еще какой-то груз но поскольку мы просто экономили энергию и ехали только на солнышке до приходилось как говорится и терять в скорости команда состояла из олега главного технического специалиста компании ресурс и мурата он водитель машины технического сопровождения и самый незаметный участник команды никита который сейчас стоит по другую сторону аппарата команда подобралась очень удивительная совершенно разные люди друг друга дополняли во всем были конечно моменты трения но буквально как вспыхивали как спички но также быстрые гасли и принципе я скажу очень классная команда получилось переводчик помогал нам с тем что у него была радиостанция на машине установлено он связывался с фурами которые нам передавали информацию нахождения нашего тук-тука то есть мы могли далеко как сказать отпускать тук-тук вперед и самим там что-то успеть сделать за эти 24 дня мы ночевали в гостиницах и ну скажем так половина на половину половина в гостинице половина в полях возле дороги машина технического сопровождения заезжала немного наперед я проезжал мимо машина оставалась на своем месте еще какое-то время чтобы дать мне возможность отъехать подальше километров на 20 на 40 по-разному там и потом снова меня обгоняли и вставали в другую точку все время за мной плестись со скоростью 20-25 километров в час это конечно не удобно для легкового автомобиля во владимире самое хорошее качество это его спокойствие невозмутимость и упорство которое позволило ему преодолеть этот путь я я не знаю как он это выдержал я так предполагаю что он ассимилировался уже с этим тук-туком наверное долго от него отвыкать будет теперь потому что то что они друг друга чувствовали что тук-тук его что он тук-тук а ну первое терпеть это представьте себе ручку газа постоянно регулировать очень очень тяжело его рук правой руке потому что пружина всегда возвращала назад ручку газа конечно лучше бы конечно сделать рук круиз-контроль то есть отрегулировал примерно потребление потому что он постоянно следил за потреблением чтобы не раньше не разрядиться и как можно дольше проехать приходилось постоянно крутить эту ручку вперед и назад и рука конечно для него он до сих пор по моему за нее держится у олега есть положительные качества ну на самом деле у олега если как о человеке о нем говорить то у него очень мало каких-то отрицательных качеств в основном они все положительные вот он добрый самое главное но он такой не злой человек коммуникальный общительный но при этом у него хорошая база знаний особенно по электротехнике в конструктивных решениях кстати мы очень удачно все придумали из тех материалов которые мы все это делали оказалось очень удачной конструкции ничего не отломалась за всю на всем протяжении у нас никаких претензий к ним не было ну здесь я бы даже этот аккумулятор перенес бы назад чтобы нагрузить ведущие колеса задние ну а так принципе развесовка у нас прекрасная нигде не опрокидывался достать достаточно устойчивых был на наклонах там на перевалах на большой скорости у нас не было вообще никаких замечаний что только не говорили об этом автомобиле говорили что это что-то какое-то чудо конечно эпитетов за все время которые вот мы на протяжении всего пути выслушали название нашего тук-тука можно было написать целую книгу как его только не называли но тем не менее я скажу все были очень ну как сказать приятно удивлены что такая конструкция может передвигаться на такие расстояния участники что касается участников абсолютно та же самая ситуация все разделились тоже там кто-то считает что технология не рабочая кто-то считает что рабочая технология нормально и третья группа это мы не знаем без понятия давай посмотрим а те которые участники верили в технологию в конструкцию в основном как я понял их вера базировалась на том что тук-тук создавала компания ну то есть юридическое лицо вот только на этом а а по сути это также создавали такие же энтузиасты такие же люди как и создавали свои аппараты каждый из участников этого пробега ну да просто юридическое лицо фирма организация не знаю но кто-то считал что значит все будет выполнено на высшем уровне а кто-то еще даже обязанность такую говорил что если организация значит все должно прямо без сучка и задоринки проходить но это на самом деле испытания друзья это как раз таки испытания в жестких реальных условиях как если не так выяснить слабые звенья в конструкции и так далее но таких испытаний тук-тук не проходил вот организация она создала что-то и все было в основном в теории а практика начинает показывать слабые звенья вот и все все нормально это испытание насчет двигателя вообще нет никаких нареканий у него мощности даже скажем запасом было то есть что-то сказать что он где-то не тянул там или допустим не хватало мощности я не замечал этого мы поднимались на довольно таки крутые подъемы когда не только вот на затяжных подъемах но и когда мы его останавливались на ночлег приходилось выезжать из очень крутых обочин и он прекрасно это все выдерживал без проблем я переживал за муфту соединительную электродвигателя и коробки передач потому что это оказалось слабым звеном в нашем мощном атлете под названием тук-тук и вот такая вот муфта соединительная двигателя с коробкой передач абсолютно слабое звено вот я очень сильно за это переживал поэтому сейчас я ну рад и тому что мои мучения закончились и тому что это муфта все таки дошла до конца дал моты и еще больше насколько ее хватит я без понятия но ненадолго то есть она была как в роли жесткого соединения вот эта муфта выступает сейчас а нужно либо такое соединение чтобы было полноценное сцепление здесь сцепление нету жесткое соединение двигателя с коробкой нету сцепление соединительная муфта вот соединять двигатели коробку вот так что либо с этой коробкой передач полноценное сцепление делать либо избавляться от коробки передач дифференциала и прочего и И полностью по-другому делать всю конструкцию силовую. Первое, когда попробовали скорость именно на ровной дороге, без всяких спусков, подъемов, чисто на ровной дороге он развил скорость 55 км в час. Конечно, мы превысили немножко, но, скажем так, расход, конечно, увеличился. Потому что был встречный ветер, но на ровной дороге было 55 км в час. Да, было больше 200 км, 215 км, по-моему. И он довольно-таки резво это все преодолел. И были моменты, когда пришлось заряжаться, буквально остановился, зарядился и дальше ехать. Ну, был участок такой. Но при жаре, при высокой температуре у нас немножко подвели солнечные батареи. Они начали, как сказать, немножко заниженно. Там вместо 41 гольта они давали 35, допустим. Ну и, само собой, ампераж падал. Поэтому чуть-чуть подольше. И вот последние участки мы до 200 не могли разогнаться, пройти 200 км. Потому что у нас не хватало зарядки. Длительная зарядка была. Самый трудный момент за всю гонку был тот день, когда случилась авария. Это был день, когда также был еще дан старт второму этапу, который был зачетный. И я на старт не успевал. И чтобы попасть в зачет, я очень сильно торопился и попал в ДТП. Вот это был самый трудный, тяжелый день. Ну, психологически, не физически. Хотя тяжело физически тоже было. Жара стояла, и дорога очень интенсивная, двухполоска. И все не просто едут, но еще и сигналят почему-то. Я не знаю, вот зачем водители это делают. Зачем они сигналят, но жарко было. Короче, было тяжело и психологически, и физически в тот день. И все мои надежды рухнули, когда случилось ДТП. Тяжело было психологически ехать, понимая, что ты не в зачете. Хотя я с этим был не согласен. Это несправедливо, я считаю, было вычеркнуть меня из зачета. То, что я от розеток не заряжался, выполнял все правила. И в октубе я приехал. Но мне потом сказали, а теперь еще 90 километров. Честно говоря, оно меня завело. Мне хочется еще где-то поучаствовать. Не менее, так сказать, в более экстремальных условиях. Я предполагаю, что, конечно, лучше создавать новое. Потому что то, что мы сейчас использовали, это уже готовое изделие. Но хочется что-то попробовать самому сделать, чтобы оно было с нуля созданное и опробовано с собой. Вот это было бы, конечно, довольно-таки интересно. Я думаю, я соглашусь с энтузиазмом поучаствовать еще в какой-нибудь подобной авантюре. Но к тому же я уверен, что эта гонка останется для меня как самая трудная. Я уверен, что следующие будут немного проще. Во-первых, опыт. Во-вторых, исправленные технические моменты. Так что, да, соглашусь. За это долгое путешествие мне пришла такая мысль в голову, что быть добрее друг к другу, добрее к тем, кто не боится ударить в грязь лицом и делает дела. Другим испытателям и пилотам я пожелаю удачи, удачных решений технических, и чтобы у них получилось все. То, о чем мечтали, все у них получалось, и это здорово. Потому что только творцы могут получить удовольствие от жизни. Субтитры создавал DimaTorzok